Еще раз здравствуйте, мы с вами восстановили связь, как нас слышно? Вас прекрасно слышно, я прошу свои извинения перед вами и перед зрителем за маленькие червейские неплантки. Димам, вот только что, пока мы с вами общались, я очень извиняюсь, вас перебью к вопросам, который только что появился. Официально Баку отказался от встречи глав МИДа Азербайджана и Армении в Вашингтоне. По комментариям официального Баку, односторонний подход США может привести к утрате их посреднической роли. Что важно отметить вот в такой ситуации? Уже официальный Баку высказал свое мнение и отказался от встречи между министерствами на самом деле Азербайджана, Армении и США. Вопрос не в самом отказе. Отказ официального Баку, точнее, демарш нашего министерства на самом деле, он вполне очевиден, он вполне законен и вполне логичен. Почему? Потому что США мы не рассматриваем Южный Кавказ как расходный материал. Все народы и все граждане тех стран, которые находятся в нашем регионе, для США не более чем расходный материал для реализации своих, в кавычках, жизненных интересов. А что касается заявления Министерства иностранных дел Азербайджана, то еще раз повторяю, он логичен и простекает из происходящих процессов. Но как можно назвать США ныне объективным модератором и объективным переговорщиком, есть и сенаторы, и конгрессмены, конечно же, которые опираются на финансовые возможности армянского лобби, армянского кокуса, которые функционируют как в палате представителей, так и в сенате США, они залезали не то что однобогу, а, откровенно, антиазербайджанскую позицию. Во-первых, США никогда нам не продавали оружие вооруженные техники. Они нам поставляли это оружие для борьбы с международным терроризмом, для защиты наших границ и для обеспечения безопасности в Каспийском регионе и в бассейне Каспийского моря. То есть мы тут защищали интересы Запада, мы выступали и выступаем как впередний корпус, первый окоп Запада перед лицом международного терроризма и угроз безопасности самому Западу. Во-вторых, США никогда не имплементировали вопрос официальных визитов с позиции Азербайджана. Наоборот, Азербайджан является стратегическим партнером США, по-моему, многих вопросов. Как в обеспечении энергетической безопасности, так в борьбе с международным терроризмом, с наркотрафиком, с торговлей людьми и по многим, очень многим вопросам. Некоторые представители Белого дома и государственных департаментов почему-то в своем порыве помочь Армении и сделать Армении счастливым, даже если армяне сами этого не захотят, они забыли, что Азербайджан и Армения находятся в геополитическом перешивке, где сталкиваются интересы очень многих крупных геополитических игроков. США, если хотят, чтобы мы заключили мир с Арменией, то они должны занять объективную, логическую и, самое главное, честную, справедливую позицию. Защищая Армению, они вдалблены в голову армянам мысли о том, что США всегда и во всем им помогут. Тот же самый сценарий, та же самая дубличная игра, та же самая недостойная поведение некоторых политиков США мы наблюдали и в Грузии, и в Украине. Им тоже обещали кисельные берега и молочные реки, им тоже говорили, что дядя Сэм всегда и всюду будут рядом с ними. Но и в Грузии, и на Украине была война, и ныне идет война. И Грузия, и Украина потеряли очень много территорий и очень большую территорию своих исконных исторических земель. Как помогли США? Грузины почувствовали помощь США? Или украинцы, может быть, почувствовали и увидели реющие флаги, а вынесущие группировок в Черном море? Нет. США их использовали. То есть надо вещи назвать своими именами. Геополитическим кондоминимумом США есть такое понятие, как борьба за до последнего украинца. Увы, это правда. И если кто-то думает, что Россия и Иран будут молча, их хладнокровно наблюдать, как их пытаются вытеснить Южного Кавказа, то эти люди глубоко заблуждаются. Если кто-то думает, что заигрывание США с руководством Армении в лице премьер-министра Пашильяна молча наблюдает в Тегеране и Москве, то они очень глубоко заблуждаются. А что касается самих армян, если они меня смотрят, если они меня слышат, то я хочу их предупредить. Их ожидает очень крупное геополитическое потрясение, даже трагедия. Потому что геополитический разлом, который проходил не на территории Армении, США пытаются привнести в саму Армению. Большего бреда слышать от официальных представителей Государственного департамента мне еще не проходилось. Но как можно обвинить Азербайджан в том, что якобы мы пытаемся захватить некоторую территорию Азербайджана? Вот это истинный, незамученный бред скользящего сознания, как писал Логейнер. И армяне еще долго будут проклинать тех политиков, которые довели их до такого, в кавычках, дружеского объятия с мировым жандармом. Потому что мировой жандарм после Второй мировой войны, когда у них был первый и последний удачный опыт помощи другим странам, везде, где бы не рейл звездно-полосатый флаг, там были трагедии, там были войны, там были перевороты. Там гибли сотни тысяч и миллионы людей. Нигде США, вопреки своим обещаниям, никогда не держали слова. Так было в Вьетнаме, Ираке, Бивии, Сомали, Судане, Пьемене. Да везде, где есть присутствие США, там есть кровь, трагедии и несчастья. И вот это все Белый дом пытается привнести в Южный Кавказ. Я просто предупреждаю Армению и армян. Ничего хорошего это им не судит. Абсолютно и тотально ничего хорошего они не могут ждать и не должны ждать от такой помощи от США. Потому что выдавнение крупных региональных геополитических и геостратических игроков с нашего региона, она не будет безболезненна. Если рассматривать вот эти новые выпады США на Азербайджан, вы объяснили, чем они обусловлены. Но можно ли к этим обусловленностям отнести нынешние ухудшения отношений от того, что Россия, Армения точнее отвернулась от России и сейчас Вашингтон хочет занять место того самого, в кавычках, партнера Армении? Вопрос в том, что я еще раз повторяю, армяне, жители Армении, не Спрюк, не Диаспро Армянска, не жители Глендейла или Маяна или Филадельфия, но именно жители Армении для США являются устышкой, расходным материалом. Их совершенно не жалко тем сенаторам и конгрессменам, которые, сотрясая воздух, пытаются надавить нас. Да, Азербайджан не та страна, которая может соперничать геополитический, геостратегизм в военном плане и финансовом плане США. Да, у нас нет такой гитарнической, огромной армии, у нас нет таких технических средств, но на нашей стороне международного права, на нашей стороне гордость, независимость, суверенитет и, самое главное, честность. Мы всегда вели себя честно со всеми нашими партнерами, со всеми нашими союзниками, в отличие от некоторых государств. Мы никогда не обманывали своих партнеров, говоря одно, делая второе, а задумывая о третьем. США очень нечестно начали поступать в отношении азербайджан. Причем это было до этого. Сперва путем многих негосударственных фондов, якобы международно-независимых организаций США пытались устроить цветную революцию в Азербайджане. Когда это не удалось, они попытались как можно оттянуть решение Карабахской проблемы. И когда это тоже не удалось, США решили поградить нам пальцами, сказать, что мы не можем провести антитеррористическую операцию на своей территории. Но, не буду называть имен и показывать пальцев, есть такая страна, которая везде и всюду убивает людей, неугодных ему, которые он считает неугодными и опасными для своих геополитических интересов. Есть такая страна, когда президент этой страны, встречаясь с лидером Китая, тут же после встречи начинает обзывать его диктаторов, кровопийцей, нарушителем и душителем свободы. Это нечисто, мягко говоря. И есть такая страна, когда везде и всюду пытаются устраивать перевороты, убрать неугодных. Для этой страны политическое убийство, заказные убийства, для этой страны оккупация, для этой страны все то, что противоречит гражданам права, это образ и принцип действия. Азербайджан не удастся запугать никому, абсолютно. В Азербайджане сложилась уникальная ситуация, когда народ тотально доверяет своего президента. Президент абсолютно и тотально уверен в своем народе. А армия является снегритическим звеном между президентом и народом, потому что армия и есть этот народ. Нас невозможно победить. Да, нас можно победить на поле боя. Мы не можем соперничать с США ни в области крылатых ракет, ни в области баллистических ракет. Но нашими баллистическими ракетами являются принципы международного права. А нашими танками, я принесущими группировками, является правда и справедливость. А она на нашей стороне. Поэтому никто даже в мыслях, не мы должны допускать, говорит с нами в таком тоне. Илья Чуманин, последний финальный вопрос. Вы сказали, что Армению ждет крупный геополитический кризис. Можно ли вы немного подробнее расскажете, что ее может ждать? И в целом, как вы прокомментируете, дополните вот этот крупный геополитический кризис? Чем ее ожидает? Под тусклым ноябрьским солнцем, когда в Конгрессе США прошли эти слушания, которые были инициированы проармянскому лобби, а точнее армянским национальным конгрессом США, где в виде лупия выступал Азербайджан, то это в США дали секретные гарантии Армении. Список составил из 13 пунктов. Среди этих пунктов было оказание прямой военной помощи, оказание материальной помощи, оказание помощи в виде энергоносителей и т.д. Это там много легче. США хотят одного – контроля над всеми трансрегиональными и региональными маршрутами и логистическими путями. США хотят единственное того, чтобы санкризированный коридор, который свяжен Запад и Восток, был под полным и тотальным контролем Запада. Не только США, но и под контролем Европейского Союза и особенно легкотлетом этого Союза – Франции. И США хотят выдавить Россию и Иран не только из Армении. Это их первая цель. А вообще из Южного Кавказа. Но это не получится, потому что США до сих пор, в течение 40 лет, не смогли выдавить Иран не только из Южного Кавказа, но и из ни одной геополитической локации, которую мы наблюдаем, начиная с Большого Кавказского хребта, заканчивая Армурдским проливом. А также Россия, да, она очень ослабла. Да, она ослабла в политическом, финансовом, в военном плане из-за войны в Украине, в которой она ведет… Это оккупационная война, если вещи назвать своими венами. Россия ведет откровенно оккупационную, весточайшую и несправедливую войну против гордого и независимого украинского народа. Я абсолютно уверен, что Украина вынуждена, должна и победить на этой войне. Но, несмотря на это, Россия является исконным актером, причем дальнейшим вековым актером на Южном Кавказе. И выдавить Россию не получится. И вот, исходя из этого, как я и говорил, США приносят не холодную войну на территорию Армении, а именно горячую войну. И армяне, скорее всего, почувствуют уже в ближайшем времени, очень скоро почувствуют, что означает покровительство США, против России. Потому что Армения связана сотнями, тысячами узами и коммуникациями с Россией. Взамен этим коммуникациям США ничего не смогут дать Армении. Кроме обещаний, кроме прямой финансовой помощи, и кроме нескольких военно-транспортных самолетов с невостребованными для США оружием и военно-техниками. То же самое с Францией. Армения проиграет в этой геополитинской войне, в этой геополитинской поединке среди больших тигров. Приведу, опять же, одесский пример. Представьте маленькую однокомнатную квартиру, куда впустили слона с пикиботом. В давке между слоном и пикиботом, скорее всего, будет раздавлен сам хозяин квартиры. Армения ожидает именно учесть хозяина этой однокомнатной квартиры. Благодарим вас за ваши ответы, HVM. Я напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был редактор информационного портала Милиас HN Alloglu.